Ребят, всем привет! Сегодня у нас очень хороший гость на канале, и это вот этот товарищ, ребят. Да-да, это человек, который занял топ-2 на чемпионате мира. Всё для вас, всё для контента. Прожми сразу, прямо сейчас. Лайк, колокольчик царский свой, и мы начнём. Погнали! Как тебя зовут? Давай с этого начнём. Как зовут? Где живёшь? Сколько лет? Ага, меня зовут Хадид. Мне 20 лет. 20 лет. А ещё раз, зовут тебя Хадид, правильно я понимаю? Халид, Халид. А, Халид, всё. Халид его зовут. Фамилия, я так понимаю, Кадыров, да? В игре, да. В игре. А, я понял, в игре. Я понял. Ну, это не такой игре. Я понял тебя. Окей. Ну, всё, тогда прожимай готово, пойдём поиграем. Я тебе задам в каточке пару вопросов. Надеюсь, у нас ничего не вылетит, у нас всё с первого раза получится. Вопросы будут стандартные и парочку нестандартных, вот, которых тебе ещё не задавали, так что готовься. Сколько подписчиков у тебя? 46 тысяч. Ну, не так много, как у некоторых, но я расту. 50 тысяч цель, потом 100 тысяч, сам знаешь, это всё по-быстренькому. Вот, смотри, значит, начнём давай с банальных вопросов, на самом деле. Ты играешь только в мобильные игры или у тебя есть компьютер, ты ещё в компьютерные игры играешь? Тебя плохо слышно. Давай, вот сейчас нормально слышно? Да, да, сейчас. Я говорю, ты... Сейчас, наверное, пропадёт. Ты играешь только в компьютерные, ну, в мобильные игры или компьютерные тоже играешь? Чисто... Чисто мобильные, да? Мобильные. Мобильные. Хорошо, а из мобильных игр Free Fire или что-то ещё играешь? Ну, есть там пару игр, короче. Ну, аналоги, да, что-то типа стенд-оффа, да, пупга и так далее? Да, а, нет, пупги они играют, ну, типа футбольные там. А, футбольные, футбольные. Я знаю, что ты футбол занимаешься, я тоже, кстати, занимаюсь футболом. Вот, ты как сейчас уже закончил или любительский уровень, полу-любительский, профессиональный? Нет, у меня контракт с Ахматом профессионально. Профессиональный. Молодой клубом Ахматик. Ну, то есть ты сейчас за молодёжку Ахмата, да, играешь, по сути? Да, да. Ух ты ж, какая, какая звезда, нифига себе. Вот, а футболом со скольки лет занимаешься, получается, с детства, получается, да? Ну, то есть... Да, с детства, получается. Академию был, закончил академию. Ну, то есть ты прям там жил, да, в клубе, получается, то есть интернат, да, типа, понял тебя? Да, да, академия была. Понял тебя. Ну, смотри, как тебя вообще во фрифайр? Кто тебя привёл? Ты сам, друг или брат, я не знаю, кто-то, может быть, привёл. Там люди наверху. Ещё наверху на третьем этаже. Меня привёл... Друзья, короче, пригласили мне эту игру скачать. Вон он прям сидит наверху. Друзья пригласили, да? Да. Просто немножечко, когда бой, немножечко отвлекаемся. Так, это нормальная тема. Смотри, друзья пригласили. То есть ты играл сначала с друзьями, да? Как ты попал вообще в сборную Чеченской Республики? То есть это... Сколько вообще лет этому к этой гильдии? Да, то есть... Мы раньше были в Альянсе. Пару человек придумали, давайте создаём отдельную нам гильдию. Пять-шесть человек создали. Но это друзья или это, ну, как бы... Которые с нами на чемпионате были. Эд Тумсу, Покоритель, Хищник. Мерс, да, я знаю. Не, Мерс с Дермаром мы потом пригласили. Они с нами не были. Ну, то есть, по сути дела, у вас... Половина играла вообще старых, получается. Ну, прям старичков гильдии. Да. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас мне положат. Хорош. Блин. Ну, то есть, по сути дела, вы даже на чемпионат, получается, половинчато старым составом сыграли. Плюс два новичка. То есть, два стареньких играла, два новичка, да, бы играла? Да, да, да. Правильно я понимаю? Томсу из-за визы не мог с нами полететь. А кто у вас глава вообще гильдии? Ну, вообще, вот самый начальный, потом, какие у вас были вообще истории? Ну, три-четыре человека у нас там, самых главных. Ну, то есть, три офицера. А кто вообще глава? Кто считается вообще основателем, организатором? Не, у нас так нету. Один решает, все, глава нету. Совет, совет, да, у вас, вот как бы совет. Да, да, да. Ну, правительство, здесь, там, четыре человека. Мы общим решаем, вопрос. Ну, вы, в общем, получается, в четвером и создали клан. То есть, у вас идея была изначально там, трое-четверо, и потом, как бы, разрослось. Правильно, это все дело. Да. Какой у вас средний ОС в гильзии? Вообще, с каким ОСом принимаете? Есть ли места, давай так. Навряд ли, наверное, вообще есть места, да? Не, места у нас нету, пока что. Даже там, если 8... У нас принимается ОС 5 ОС. 5 ОС минимально, понял. А у нас есть там старые перворачи. У нас слабый ОС. Три-четыре человека слабый ОС. Ну, они как организаторы, ну, то есть, что-то помогают организовывать, да, наверное, как организаторы? Ну, этого в любой гильзии есть такие люди, которые со слабым ОС, но они помогают что-то делать, давай так. Хорошо, смотри, по чемпионату мира, как вы отбирали участников, кто будет вообще вот в отборочных этапах вообще? То есть, вы по скилу или у вас просто есть, допустим, там, взаимодействуют, у вас в четверых самые наилучшие люди? Накелял очень сильно. То есть, у вас как вот вчетвером вы решили, что вот надо именно вашей четверкой ехать? Кто решил? Ну, вообще, в принципе. Это у нас отдельная команда была. Это четверка, это пятерка у нас отдельная команда, всегда на турнир участвовали. Это, типа, основной состав у нас. Еще вон человек, видишь? Накелял сильно очень. Отходим. Он зашел в дом. Нет, отбегает. На углу еще там у тебя чувак, два чувака у тебя. Положил. Еще один. Прям за домом. Убью. Хорош. А у тебя какой УС? У тебя один из самых сильных УС? У меня УС? Сейчас, подожди, сейчас. Еще одно. Твой УС средний урон. То есть, я, конечно, могу по профилю посмотреть, но так, может быть, у тебя в разных сезонах разный УС был, там сейчас не оптимальный. Мы в начале сезона, мы в Рио были. У нас этого аккаунта не было. Мы вообще не играли. Я аккаунт кому-то отдал, типа. Ну, а так, ты же примерно знаешь, сколько у тебя? Пять, шесть, семь, восемь, то есть, ну, какой, какой в итоге? В этом, в каждой сезоне у меня бывает восемь, семь, УС. В этом сезоне у меня четыре, потому что я в Рио был, я не играл вообще. Я понял тебя, я понял. Мы там в Бразилии играли. Понял. Ну, то есть, семь, восемь твой УС средний. Да, да, да. А вот команды, а вот команды тоже у вас там в среднем семь УС, да? Да, да, да. Которые там Мерс покрыли. Большие УС бывают. Мы на УС не смотрим, если честно. Мы для удовольствия заходами играем. Я понял, понял вас. Так, ну, смотри, какие еще вопросы, на самом деле, такие вот, прям, чтобы нестандартные, да, тебе задать. Ну, например, как тебе обновление новое? Успел ли ты его затестировать, и нравится оно тебе? Обновление? Да. Ну, не хочу сказать, что пока и хорошее. Ну, среднее, нормально. 50 на 50, да, то есть были лучше? Да, да, да. Карту, то, что вот невелика Лохари, вроде как, хотели ввести в январе. Я не смотрел пока что. Там за заборчиком двое. Ну, то есть обновление 50 на 50, но на самом деле у всех такое мнение, что, как бы, обновление... Тебя плохо слышно, опять. Я говорю, обновление всем кажется, что 50 на 50. Вроде как и хорошее, вроде как и не очень, то есть непонятно. Да, да, да. Некоторые вещи, нормальные, некоторые вещи. Понял тебя. Смотри, а вообще сложно было вот пройти на чемпионат мира, то есть, может, кого-то выделишь из соперников в плане игры, там... Ну, не чемпионат мира, я имею в виду, допустим, вот отборочный, например, там Асала, например, может быть, тебе понравилось, как играли. Кто против вас, на кого вы настраивались, давай так, кого вы изучали, может быть? Если честно, мы отборочные из Европы команды, из Европы команды, из Европы команды тоже там были, с нами играли. Мы не знали их. Мы из России знали, что только Асалу и еще там несколько были. Мы не знали, что нам сложно было. Где? Меня сейчас убьют, у меня тут четверо. Там двое справа и двое слева. Ну, то есть, вы не знали команды. Нет, хорошо, вы же знали там Асалу, вот у вас, когда... Да, да. Вот их знали. Да, это знали. Вы же наверняка на всех турнирах с ними пересекались, правильно? То есть, вы их изучили, вы и до этого с ними очень часто играли, правильно? Да, дворочных. Да, да, да. Против этих. Играли. Ну, и, соответственно, всех знали. А вот по чемпионату мира вообще непонятно, как бы, как они там играют. Ну, вообще, до последнего было непонятно, что там за ребята. Ну, скажи, обидно, вот, второе место. Какие были вообще настроения, вообще, какие были настроения, когда второй взяли, а не первый. Вот последняя каточка, вот, какие вообще были эмоции, чувства вообще, на самом деле, ну... Очень усталость в 8-м катке, очень устали мы. Мы там с утра были, там, у нас тренировки были, с утра тренировались. Школа. Школа сбоку. Восстанавливать своего. Смотри, а как относится, допустим, к ПК, то, что люди с ПК стримят и так далее? То есть, ну, прям резкий негатив, или просто я, допустим, с ПК... Нет, негатива нету. Нету негатива. Просто... Просто я считаю, что качество стрима с мобильника сложно обеспечить хорошее. Ну, вот, чтобы... Откуда тебе так... Слева, 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 там левее школы, они уже ушли. У меня просто этого броника даже нет. Ну, на самом деле, обновления, говорю, на игре, они такие... Смотри, давай дальше. Слушай, можешь что-то рассказать об участниках, кого ты хорошо знаешь, вот, из тех, с кем играл, да? Вот, на чемпионате мира. Вообще, в плане... Ну, какие у вас отношения? Как бы... Как бы ты отношения... Бразильцы, которые выиграли, ты имеешь в виду? Да-да-да, нормально играли. То есть, вот, именно... А так, мы там спокойно... Когда мы тренировались в комнату, мы всегда топ-подним брали. Еще раз тренировались в каком смысле? То есть, до ваших игр вы играли в тренировочные комнаты? Да-да-да, комнаты. Тот же команда, которая у нас была. А, то есть, вы с этими командами до этого еще играли пару раз, правильно? Да, в комнате, да-да-да. Поэтому там топ-подним, поэтому у нас уверенность была. Ну, то есть, вы, по сути дела, даже знали? Я просто не думал, как вы так уверенно... То есть, не зная соперника, как так уверенно играете? А еще, смотри, такой момент. Вот пошел, ну, не слушок, я не знаю, как это сказать. Оттяжки. То есть, вы не старались делать оттяжки. То есть, вы старались играть на урон. Объясни, почему? Потому что у нас мы здесь айфоны играли. Вот, сразу нам дали. Но, где телефон большой Samsung. Нам непривычно, мы вообще... Нам сложно было с ним играть. И так, и все же были в равных условиях. То есть, всем дали телефоны турнирные. Ну, у них эти телефоны были. У них свои телефоны были. Ну, то есть, поэтому вы... Поэтому вы просто играли на урон. То есть, пытались убить уронов, правильно? Да, на тактику играли, поэтому... То есть, оттяжки вы принципиально... То есть, вы пообсуждали, сказали, что оттяжки мы как бы не пробуем. Мы играем просто на урон, правильно? Была такая установка тактическая. Да, тактическая игра, и все. А еще скажи... Если бы у нас свои телефоны были бы, мы просто разместили бы. Я понял, я понял. Ну, смотри, а вот в команде я знаю, что есть тактик, есть снайпер, есть... Кто играет на автоматах? Вот у вас... Кто тактик в вашем четверке был? У нас чувак тут. У нас чувак тут наверху. Вот здесь вот в Бразилии, здесь вот этот дом наверху. У вас кто был тактик? Кто стратег? Кто снайпер у вас самый лучший? Кто со снайперками, может быть, играет? Опять плохо слышно у тебя. Вопрос такой. Кто у вас в команде тактик? Кто снайпер? Кто, может быть, всегда на... Кто играет, например, всегда на автоматах? То есть, давай вот так вот. На тактику управляю я и дармару, и снайпер тоже я и дармару. Я понял. А остальные с автоматов играют. А какое у тебя любимое оружие на автомат и на ближку, допустим? М-40 и М-ку, можно сказать. Ну, без разницы. Дальнее оружие, без разницы. Гроза, калаш, М-ка, скай. А как ты к калашу относишься? Тебе не кажется, что это слишком кривое оружие, например, как вот многие думают, что оно очень сложное? Нет, с лаурой нормально с ним стрелять. С лаурой нормально. Ну, то есть, если был бы калаш, ты бы, в принципе, с калаша бы тоже, да, играл? В плане на турнире, например. На турнире. Так, понял. Смотри, а скины какие у тебя любимые? Скины. Есть какие-то любимые, которые ты специально выбивал в этой игре? То есть, там, может быть, на скорая стрельность, на точность. Естественно. Механически пока что. Раньше другой скин был. Считаешь, что это топовый скин или нет, или не так? Да, топовый, нормально. Топовый, механический. У меня, кстати, стенок, по-моему, нет. А, нет, у меня есть три, оказалось. Да, 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 я видел, видел, видел. Какой второй, третий этаж? Если честно, я даже не знаю, кто-нибудь. Я вот тоже смотрю, что-то не могу даже выглянуть. Вижу, вижу, внизу. Дал голову одному. Надо раздолбить стенку. Один в здании. Смотри, сейчас за это тоже приду. Да, четверо еще в живых надо этого, блин, вынести. Пустили, я зачем-то добивать твоего начал. А так играешь только со своей гильдией? Или, допустим, там, я не знаю, ну, в принципе, с друзьями, кто не в гильдии, есть такие там. Может быть, у тебя в друзьями играют. А друзья у тебя из каких гильдий? Тоже из топовых? Ну, а парочку можешь назвать, как сказать? С какими играешь? Ну, так, чтобы понимать, там, асалы или кто, дтшки? Там много их. А вообще, он выбежал из здания. Еще сзади у нас, чуваки. У нас сзади еще чуваки. Внизу, чувак, и сзади еще чуваки. Давай так, назови самые, по-твоему, ну, вот, после Чеченской, естественно, республики, да, сборные Чеченской республики, кто самый? На втором, на третьем, давай так вот. Второе, третье место кому бы ты отдал по СНГ? Гильдии. Асалу. На втором, да, месте? Асалу и еще. Да, асалу. А как считаешь, вот, многие считают, что, типа, если бы, там, ну, должна была, типа, проходить асала, ты так и не считаешь? То есть вы сильнее асалы, вот, от той четверки, которую вы выиграли. Они же, по-моему, второе место заняли, да, на отборочных? Я, если честно, я не могу сказать, кто сильнее, а не сильнее. Ну, ну, равные, да? Ну, вижу чувака. 320, 310, наверное, как так. Убили. Остался только тот чувак, который в этом здании, короче, вот это... Ныкается. Или вы убили. Или вы убили. Слушайте, ну, неплохо, походу, дело, топ-1 взяли с первого раза. Даже очень неплохо. Хотя у меня у эска максимально, что ты понимал, 4. То есть, я пока новичок, я полгода во фрифайре. Вот, так что это даже очень неплохо показатель. По-моему, пинг поднялся. Ничего, сейчас мы все равно вольнем. Он не в зоне. Можно подождать, пока он побежит, и убить его. По-моему, он не в зоне. Да, подождем. А какие у вас следующие вот этапы? Вот вы выиграли, практически выиграли чемпионат мира. Вы будете делать камбэк в плане... Пробовать первое место брать? Будете ли участвовать вот в следующем? Я слышал, будет в следующий тур. Да, буду участвовать в следующем. Вся тима будет участвовать в следующем тур. А состав у вас примерно тот же самый будет? Или вы какие-то... Тот же самый, тот же самый. Тот же самый. Все, он на зазонный удар. Он нас слишком сильно забоялся. Это у меня еще в ютуб-канале, кто еще не знает. Да, 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 у него есть канал, ребятки. Подписываемся, ставим лайк. Я его сделаю в описании, этот канал. Вот, давай сейчас еще в лобби с тобой побеседуем. Надеюсь, нас не выкинет. Да, да. Буквально там минуток еще пять, и закончим интервью. Еще пару вопросов осталось. На самом деле, пара важных вопросов. Так, отлично. Тебя не выкинуло из лобби. Ура, Free Fire. Смотри, первое. С какого устройства играешь? Давай так. Это один из двух. iPhone 6s. iPhone 6s играешь. Какая у тебя чувствительность, если это не секрет? 89 в обзоре. 89 в обзоре, а в коллиматоре? В коллиматоре 2x100 оба. Все по 100. Коллиматор 100 тоже, да? 4x на 88. Вот вам, ребятки, настройки на iPhone 6s от топового игрока Кадырова. Он вам сейчас их все спалил вообще без проблем. Как минимум, ставьте себе такие, если у вас iPhone 6 или 6s. Так, и, соответственно, у него есть канал. У него есть канал, у него есть инста. Тебе куда? Инсту и пропиарить или канал? Что первичное? Оба. Я тебе оба скину. И то, и то скинешь. Хорошо. Ну, смотрите, у нас сегодня... Если у вас какие-то вопросы остались, ребят, вы в комментариях к этому видосику их задавайте. Я ему... У нас с ним есть контакт. Я ему скину эти вопросы, он ответит их текстом. Я вам просто буду их пересылать. Вдруг я что-то не задал, какие-то вопросы. Они будут участвовать на чемпионате. Этим же составом обещают выиграть, взять топ-1, да? И на отборочных, и везде. Правильно? Вот. Топовая гильдия, топовый товарищ. Вот. Мне было приятно с тобой побеседовать. Надеюсь, и тебе. Спасибо тебе тоже. Вот. Все. Спасибо, ребят. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на этот канал. Кому понравилось, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока. Удачи.